Всем привет! И это новый способ разгона видеокарты. Подходит как для Windows 7, так и для Windows 8. Может быть и для Vista, я ей никогда не пользовался. И для Windows XP тоже. Но она уже устарела немного, ей на ножа мало кто пользуется. Ну ладно. Начнем урок. Эта программа называется MCI Afterburner. Она намного лучше Riva Tuner, так как на моем случае она подобрала самую максимальную частоту. То есть, если в Riva Tuner допустим мы подбирали наилучшую, по вашему мнению, частоту видеокарты, памяти, ядра графического и так далее, то она уже автоматически максимально назначает. В моем случае у меня операционная система Windows 8. Немного модифицированная в ней. Это добавлены виджеты. И она под macOS. Немного тема стоит. Но это ничего. Вот. Мы сейчас откроем ее. Вот. MCI Afterburner. Итак, при первой запуске мы видим вот такой красивый интерфейс. Здесь показано, какая у меня карта, версия драйверов. И вот мы видим вот эту панель. Это обычно вот этот лимит, он для ноутбуков. Это лимит заряда, чтобы видеокарта не съедала батарею. Это тоже. Если у вас, допустим, стационарный ПК, как у меня, то у вас это будет недоступно. Это желательно автоматически поставить. Это скорость скулера вашего, который он работает при видеокарте, процессоре. Вот. Основанная на Riva Tuner. Эта программа еще будет удобна тем, кто говорит, что у них Riva Tuner не обнаружил драйверов никаких. Вот, смотрим. Вот, обратим внимание на Core Clock и Memory Clock. Core Clock это частота ядра графического видеокарты, Memory Clock частота памяти видеокарты, видеопамяти. В моем случае это 705 МГц и 520 МГц. выше уже невозможно поставить. А производительность та же. Производительность у меня получилась та же для игр. То есть, как бы, это максимальное значение, игры не вылетают. Кто знает, у вас может быть максимальное значение программы и преувеличат. У вас будет вылетать. Также здесь лучше нам это очень приглядитесь при настройке. Вот здесь у вас идентификаторы, которые показывают нагрузку частота ядра, кулеров и так далее. Все. Когда вы выбрали нужную под вашу частоту, жмете клавишу Save, выбираете номер ячейки, который вы хотите сохранить, и жмете Epi. потом жмете Epi Overlocking at System Setup. То есть, запускайте это настройки в драйверах, которые вы внесли при запуске Windows. Все. Ссылку на эту программу удобную и полезную будет под видео. Сейчас мы посмотрим конфиг компа, который получился. Вот. Вот такой вот ПКшник. Всем спасибо за просмотр этого урока. Кто-то нашел это видео случайно, кто-то перешел по ссылке с видео как разогнать компьютер. Это был видео урок по новому способу разгона видеокарты. Подписывайтесь, ставьте лайки. Естественно, это ваше решение. До свидания.